1 марта по старому стилю, а 14 марта по новому, в 1564 году на печатном дворе в Москве диакон Иван Фёдоров сделал первый оттиск книги «Апостол». Именно с неё началось официальное книгопечатание в нашей стране. Эта книга используется всегда во время богослужения, до сих пор, но в те времена и сейчас тоже эту книгу можно было иметь и дома, чтобы изучать священное писание, читать ежедневно эту книгу. Богослужебная книга «Апостол» была первой книгой и положила начало всем книгам, но сейчас в церковной лавке есть много книг, которые подберут ключик к любой верующей душе. Ведь православные книги – это не только священное писание, Евангелие, книги Ветхого Завета, это книги святых отцов, это книги о духовной жизни, это книги, в которых содержатся проповеди современных духовников. К ним можно отнести художественную литературу. Во многих семьях есть добрая традиция читать вечерами всей семьёй, читать своим детям. Для детей, как и для взрослых, церковное книгопечатание может предложить много духовных книг. И День православной книги таким образом в этих семьях отмечается каждый день. Любая книга, которая учит человека добру, любви, порядочности, честности, доблестности, значит, её можно назвать православной. И хотя современная жизнь диктует свои правила, и век высоких технологий есть электронные книги, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, чтение обычной печатной книги и шелест её страниц. Заменить невозможно. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Рзганова, Десна-ТВ.